всем привет друзья вы на канале мы в канаде меня зовут лена и сегодняшнее наше видео будет посвящено трудностям с которыми очень часто сталкиваются новые мигранты после переезда в другую страну но в нашем случае в канаду я поделюсь своими эмоциями пройдусь по основным десяти пунктам которые я для себя выделила хочу с вами поделиться в основном все из них будут основаны на моем опыте какие-то пару пунктов я поделюсь опытом наших друзей и знакомых которыми мы здесь познакомились и я надеюсь что вам будет полезно если да то обязательно подпишитесь поставьте лайк и нам это будет очень приятно и важно для развития нашего канала так пару предложений о нас кто нас раньше не смотрел мы приехали из украины в 2021 году мы эмигрировали через программу экспресс-энтри у нас была поддержка провинции альберта именно поэтому мы уже второй год практически скоро вот два года как мы живем в калгари естественно мы эту провинцию выбрали потому что мы получили номинацию от нее и соответственно мы прилетели и ленделись именно здесь пока что в наших планах не входит менять потому что принципе нам здесь нравится и здесь мне кажется такой баланс отношения цена-качество поэтому мы пока в калгари остаемся и переезжать никуда не планируем итак первый момент который хочу выделить я думаю это основной момент для многих это то что здесь английский язык иногда французский естественно когда любой человек переезжает раньше да основная масса это была иммиграция сейчас очень часто украинцы пакует приезжают можно сказать неподготовленными по понятным причинам потому что люди не планировали они сейчас вынуждены переезжать и естественно когда люди готовились либо же не готовились английский язык очень часто хромает то есть во втором случае естественно это более часто и например на нашем примере мы готовились я была основным аппликантом я сдавала четыре раза язык alice экзамен чтобы пройти получить максимальные баллы для нас возможно и эмигрировать в принципе нам в конце концов это удалось и к чему этот мой подводящий рассказ это к тому что несмотря на то что когда мне казалось что я очень хорошо знаю язык когда ты приезжаешь в англоязычную страну ты понимаешь что вот да тебе подготовка к экзаменам то что ты читаешь там слушаешь общаешься это одно но когда ты выходишь на работу это немножечко совершенно другое опять же повторюсь в украине я не работала в англоязычной компании я работала в украине на украинском на русском языках соответственно весь мой профессиональный язык был не английский когда здесь я нашла первую работу свою бухгалтера то что я по профессии бухгалтер и по опыту работы эмигрировали мы по моему бухгалтерскому ногу то что он был на тот момент индемант в провинции альберта соответственно когда ты выходишь на работу да ты готовишься к собеседованию естественно ты смотришь на описание вакансий ты эти термины все учишь но когда ты выходишь на работу ты понимаешь что реально вот твоего языка хотя он у меня был он довольно не маленький да бал я получила 8 европа айлс из 9 и я считаю что в принципе я довольно таки уверенный спикер да ну по факту когда пришли на работу ты понимаешь что да ты естественно можешь выполнять все таски ты как бы общаешься делаешь какие-то транзакции но бывают такие моменты когда ты реально тебя такой какой-то ступор наступает что тебе дают какое-то задание да какие-то несколько фраз тебе незнакомы и опять же это все в устной форме у нас было у нас был такой большой open space там все были канадцы я одна была из постсоветского пространства ну вот и когда тебе один раз что-то сказали и тебе нужно переспросить да как-то неудобно вроде вот все сидят лучше ты что не понял потом бывало такое я переспрашивала мне объясняли другими словами а так как это принципе не только проблема в языке даме на данную проблема построение самих вот транзакций да вот как это в канаде проводится потому что в принципе немножко здесь отличается здесь есть такие виды платежей еще что-то которое в украине например не распространено естественно когда ты сталкиваешься с этим сразу ты вообще вот такой еще сырой в канаде плюс еще вот эти финансы платежной системе в общем бывали такие моменты когда реально настолько было некомфортно ты чувствовал себя настолько вот как бы глупым да и вот прям реально когда так это все напрягало временами хотелось стать и уйти вот поэтому для чего делюсь чтобы вы понимали что такие моменты бывают и есть и будут что невозможно да вот полностью выучить язык все равно будут какие-то тонкости нюансы поэтому не стесняйтесь не бойтесь если такие моменты возникают переспрашивайте вот просто преодолеть и вот этот вот такой какое-то стеснение боязнь и со временем естественно если вы не меняете свою сферу вы уже будете знать весь вот этот набор всех слов колокейшн сущим всех фраз и вам будет намного легче вот поэтому вторая основная вытекающая из первая часто трудность который сталкивается по приезда это то что до язык слабоват опять же если вы хотите претендовать на какую-то офисную либо работу по своей специальности то естественно стоит вопрос о том что нужно учить язык и соответственно помимо того что скорее всего нужно будет работать на какой-то работе которая поддерживает финансовое положение вашей семьи вам нужно будет еще параллельно и идти на какие-то курсы опять же когда это молодая семья например либо вы один либо 1 то есть это мне кажется довольно таки легко совмещать но когда у вас семья дети у вас одна работа например у супруга другая вам нужно вечерами еще ходить на курсы либо выходные плюс дети то есть вот такой вот до тяжелый режим когда нужно вот какое-то время обычно это полгода год чтобы хорошо подтянуть вот нужно быть готовым к тому что вот да вы будете в таком режиме будет учить язык и вот нужно потерпеть но опять же понимаете ради чего вы это все учите и я надеюсь что это даст свои плоды и результаты дальше вот когда все это есть я думаю рано или поздно любой человек с этим сталкивается вы много стране вы учитесь вы работаете и рано или поздно вы начнете естественно скучать по дому в нашем случае это правда есть я всегда рассказывала всех видео что я никогда не перестаю до вспоминать скучать за нашими друзьями родными и близкими которые остались дома в частности в борисполе потому что последние 10 лет даже 11 наверно мы жили в борисполе и соответственно если то что мы больше наверное я правильнее не мы а я очень хотела переехать в канаду после того как мы все-таки сюда попали да какая-то первая фарея правда она есть все нравится все отлично потом все равно рано или поздно встречается сравнивать ты там понимаешь да все-таки ты сделал правильный выбор но опять же тяга к дому да ко всему налаженному ко всему знакомому удобному правильному она станет ну как бы никуда не проходит и ты в любом случае часто вспоминаешь особенно грустишь там за каким-то приятными моментами поэтому вот такая ностальгия да она будет присутствовать и это нормально если на когда вот прям все нахлын вот нахлыну это нет такого слова когда вот все вот в одно соединяется то есть у вас проблемы на работе в семье что-то не нравится и когда вот эта тоскана еще больше ощущается то вот часто люди срываются да все-таки уезжают потому что правда поначалу очень тяжело и если вы сюда не очень сильно хотели если вам тут еще что-то не получается не нравится то я думаю такие моменты вот эта тоскана прям так догоняет и люди все-таки уезжают вот еще момент который нас очень как будто что трудность но вот напрягает активно это вот правда я говорил о предыдущих видео что очень много бездомных опять же все зависит от вашего района есть районы говорила где очень хорошие районы они как бы больше спальные такие вот они более к окраинам относятся потому что там уже нет ситрейнов нет такой развязки транспортной там более вот уже новые районы более спокойные там реально бомжей вы практически не увидите мы живем недалеко от даунтауна соответственно это плюс но это в то же время и минус район у нас тоже не могу сказать что плохой есть очень хорошие дома очень дорогие красивые парки тут принципе нам очень все нравится вот единственный минус это правда вот эти бездомные у нас уже несколько раз воровали с балкона вещи у нас пару раз воровали велосипеды один раз получилось второй раз они просто пытались там из парковки снять эту сидушку разбивали эти замки эти цепи в общем замков последний раз вот ночью стал же детский велосипед мы естественного уже не пристегивали потому что ну детский да и думала что кому-то он нужен в итоге все-таки его забрали и мы нашли его на следующий день просто выносили мусор увидели его там на ступеньках к мусорной дорожке потому что они видно все-таки поняли что они очень взяли маленький власти что они подняли сидение видно думали что как-то под подростковый как-то его можно переделать в итоге поняли что все-таки он малова для них и прям бросили его так. Воровали одежду, там забытую, да, там какие-то спортивные штаны, кроссовки вот у мужа на днях украли. Вот все, что вот лежит на балконе, да, вот реально они, что балкон на первом этаже, подчеркну, вот, то есть если он на втором был, я думаю, проблем не было. Sorry. А так как на первом вот реально уносится все, что плохо лежит. Поэтому вот в этом плане, да, это, конечно, минус у нас в Украине, к счастью, такого не было, но опять же, мы не жили на первом этаже с таким вот открытым балконом, вот. Но то, что здесь вот все, что плохо лежит в таких местах уносится, это факт, это, конечно, очень неприятное такое, да, ощущение создает. Поэтому вот в этом плане, конечно, я полностью согласна, когда люди говорят, что вот таких товарищей много. И я уверена, что это какие-то вот эти бездомные неблагополучные люди такими делами занимаются. Дальше, то, что связано, наверное, больше с третьим пунктом, немножко перескочила я со ской по дому, со всем вот этим вытекающим, это то, что здесь, правда, по приезду вам придется заново научиться, да, вот заводить друзей, общаться. У кого-то с этим, конечно, проще, у кого-то тяжелее. Я знаю людей, которые очень быстро находят друзей, общаются. Сейчас очень много чатов, фейсбуков, телеграм-каналов, в общем, очень много разных мест, где можно найти, как бы, друзей по интересам. Вот. Но в целом, опять же, мы понимаем, что часто дружба, да, это не просто там выйти, посидеть, попить кофе. Это все-таки какие-то отношения, которые уже складываются в протяжении многих лет. И в целом, реально, да, нужно постараться снова с кем-то начать общаться, чтобы вот нашлись такие семьи, с которыми вы реально будете чувствовать себя комфортно. Ваши дети будут вместе дружить, вы будете вместе дружить. Вот. В последнее время, кажется, сегодня стало проще, потому что, правда, очень много людей приехало из Украины. Соответственно, общий менталитет, общие какие-то интересы и знания, в общем, это все, конечно, намного упрощает эту проблему. Вот. Но то, что заново нужно искать друзей, это факт. И без них, конечно, намного тяжелее, потому что первый год обычно он построен больше, да, на поиске работы, жилья, вот налаживание какого-то финансового состояния. Когда уже потом все устаканивается, более-менее у людей уже появляется время, появляются какие-то финансы свободные, вот тогда уже можно ходить, гулять, общаться и куда-то выезжать вместе и искать какие-то компании. Дальше. Еще один момент, который, правда, не для всех, но для многих будет существенен, это то, что вы будете настраиваться на то, когда при переезде в Канаду вам придется понизить себя в карьере, понизить себя в ваших запросах. Это факт. В нашем случае у меня получилось так, что я пошла на ту же работу, я была в Украине бухгалтером и здесь, а у мужа получилось по-другому. Но опять же скажу правду, он сильно не искал пока на тот момент другую работу, потому что у него был слабее язык, чем у меня. И когда знакомые сказали, что есть работа на окнах, опять же, повторюсь, это еще было по приезду, это было в начале 22-го года, когда мы уже начали искать поиск работы, то он пошел сразу туда. Опять же, там был весь коллектив практически русско-украиноговорящий, можно было не напрягаться в плане языка. Потом его повысили, он пошел уже не на помощника, а на главного инсталлера, соответственно, он уже общался с клиентами, с заказчиками. То есть, в принципе, тут уже, конечно, хочешь не хочешь, слава богу, уже пошел, и английский язык, необходимо уже его использовать. Но то, что раньше, я повторюсь, в Украине, он был инженером, он был начальником участка настройки, здесь он не начальник участка, здесь он не инженер, естественно. Но опять же, это было его решение, он решил выбрать пока что для себя такую работу. В другом случае, многие люди, у кого есть, например, желание, у кого есть хороший язык, у кого есть запас финансов, он может пойти сразу. Опять же, на инженера, понятно, он не пойдет, это нужно учиться, нужно подтверждать сертификат. Но если у вас другие специальности, это не исключает того, что вы, если как профессионал себя представляете хорошо, вы себя цените, у вас есть определенные качества, то вы можете спокойно не хвататься за первую повышусью работу, а можете искать месяц, два, три, пять, шесть, шесть месяцев, это нормально. Даже когда мы приезжали еще вот раньше, нам все друзья говорили, что если вы хотите найти хорошую работу по специальности, то это в среднем три, четыре, а то и до шести месяцев идет на поиск такой работы. Естественно, кто-то находит раньше, никто не говорит, что это вот меньше нельзя, но то, что найти работу хорошую быстро, не всегда получается, это факт, и я думаю, сейчас никто не даст собрать, потому что, правда, людей много, конкуренции много, и в принципе здесь так процесс работы налажен, что очень часто сам отбор длится один и два месяца, поэтому вот прям сегодня подался, вышел на работу, но это очень редко. Поэтому нужно быть готовым опять же к тому, что этот процесс может затянуться, и какой-то период вам нужно будет работать не на той работе, которая вам нравится, а на той, которая нужна, которую вы нашли, просто потому, чтобы платить за жилье, кушать и содержать семью, нужно будет какие-то финансы. Опять же, это проще для мужчин, мне кажется, все наши знакомые, которые приехали, не могу сказать, что они без работы, все нашли работу, но 90% сразу пошли работать, это мужчины, я знаю 2-3 семьи, которые вот наши знакомые, женщины, вот уже, наверное, с марта они приехали, они еще сидят дома, потому что у одних маленькие дети, у других там нужно пойти на курс, язык подтянуть, то есть мужчины работают, им проще найти быстрее работу, которая физически какая-то, да, вот требует каких-то физических, именно мужской силы, а женщинам, конечно, в этом плане тяжелее, потому что здесь, если у тебя нет языка, если нет образования, то это в основном кухня, уборка, сфера обслуживания, бэбиситинг, ну вот такие продавцы, возможно, но опять же, там продавцы, нужно тоже уметь разговаривать, потому что вас не поставят на кассу, либо на кастомер-саппорт, если вы не можете общаться, вот поэтому нужно быть к этому готовым. И, естественно, последний такой пункт, он такой обобщающий, это то, что я бы посоветовала, то, что обязательно нужно делать, не всем это нравится, но мне кажется, это стоит начинать с этого, это то, что вам придется поначалу, мне кажется, все-таки поэкономить. Я понимаю, что не все привыкли экономить, кто-то привык, как бы, жить, да, на широкую ногу, но когда вы приезжаете в новую страну, вы не знаете, когда вы найдете работу, вы не знаете, какую зарплату вы будете получать. Естественно, если вы там с собой привезли пару сотен тысяч долларов, то я думаю, можно, конечно, расслабиться. Если же это какие-то суммы, да, даже исчисляемые десятками, тысячами долларов, я бы слишком тоже не шиковала, потому что мы понимаем, что купить машину, опять же, у каждого разный бюджет, можно купить за 5, за 20 и за 40. То же самое можно с мебелью, да, можно пойти взять это бесплатно где-то на донейшенах, поискать на этих фейсбуках, маркетплейсах, на KGG, то есть реально можно найти бесплатную мебель, которую люди могут там привезти даже вам бесплатно, лишь бы вы забрали, могут там за доставку какую-то заплатить. То есть можно реально обустроить жилье экономно, дешево и неплохо. Можно пойти по секондам, здесь очень много секондов, реально бывает мебель практически вот в идеальном состоянии, то есть да, нужно поискать, походить, потратить время, чтобы не купить там, что попало, но тем не менее, реально обустроить жилье недорого. Но я знаю очень много ситуаций, вы там, я думаю, сами наблюдали часто в фейсбуке и в других чатах, когда даже можно увидеть, да, вот зайти в профиль человека, видно, что вот он два месяца назад писал, что мы приехали, мы ищем квартиру, а вот прошло два месяца, они пишут, вот мы уже, типа в связи с переездом, мы продаем все, что там есть. И там новые кровати IKEA, там новые какие-то лампы, вся новая вот эта кухонная штука, то есть все с чеками, все-все-все, то есть все матрасы, все там, ну в общем вы поняли, все-все новое, и вот они это все продают. Понятное дело, это их право, никто как бы их не осуждает, но просто, когда вы приезжаете в новую страну, и вы не знаете, насколько вы тут долго проживете, получится у вас тут зацепиться, не получится, потому что повторяю, сейчас очень часто многие едут, вот на попробовать, да, вот, а может у нас здесь получится, а может у нас здесь лучше будет, а может здесь будет, ну не знаю, более комфортнее жить, чем где бы вы сейчас не жили, соответственно, сразу тратить там десятки тысяч долларов на ту же IKEA, на все кровати, на всю какую-то домашнюю мебель, на диваны, на новые телевизоры, вот, ну не знаю, по моему мнению, тише едешь, дальше будешь, проще купить сразу БУ, потом нашли работу, посчитали, поняли, ага, у нас там спокойно все выходит, получается отложить, потом не спеша себе меняете на ту мебель, которую вы хотите, потому что, мы все понимаем, главный минус такой вот эмиграции, в чем, опять же, когда это в 25 лет, это одно, когда вы приезжаете уже 35-40 и выше, понимаете, что вы начинаете все с нуля, я не говорю, что 40 лет это поздно, это абсолютно не поздно, но главное желание, главное ваше знание, ваше упорство, ваша готовность, и если человек приезжает, и он понимает, что он может найти работу, он ее находит, он работает, ему нравится, то естественно, можно брать и в 40, ипотеку и так далее, но когда вы 25, и основная масса канадцев, так и получается, потому что, когда люди приезжают, вернее, они заканчивают институты, они начинают работать, у них есть хороший доход, они могут эту же ипотеку спокойно взять там в 25 лет и выплатить ее намного быстрее, чем когда, например, вот мы сейчас приехали, и нужно начинать уже как бы в зрелом возрасте, поэтому не все к этому готовы, и осознавание того, что да, ты бросил все дома, где у тебя были работа, квартира своя, были машины, ты приезжаешь, всегда нужно начинать все с нуля, конечно, многих это угнетает, поэтому еще раз говорю, если вы не готовы, то лучше подумать на том берегу и взвесить все за и против, потому что на самом деле, правда, может быть трудно, но опять же, если вы к этому всему готовы, вы понимаете, что вы это сможете все преодолеть, и у вас есть желание, то я думаю, все у вас будет хорошо, поэтому вот такое получилось у нас видео, надеюсь, вам было интересно, если да, то обязательно подпишитесь, поставьте лайк, и увидимся в следующих видео, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok